здравствуйте друзья и подписчики моего канала в этом видео хотел разобрать простую схему управления транспортером с пошаговым перемещением допустим вот у нас имеется транспортная лента которая приводится электродвигателем в движение и сделав один шаг электродвигатель отключается выжидается какое-то время после чего опять схема включается и делает один шаг и вот в таком режиме работает этот транспортер в свое время я работал электриком на хлебозаводе и на одной из хлебопечек стояла такая схема то есть в печи имелась цепь на которой закреплены люльки которые заполняются заготовками теста и это лента постепенно пошагово проходит через печку а на выходе уже в этих люльках полностью испеченный готовый хлеб одни транспортеры печи работают в непрерывном режиме то есть задается скорость и эта лента непрерывно движется в каком-то своем ритме но некоторые печи требуют от именно такого пошагового режима для электриков такие схемы являются простыми но для новичков конечно может быть тут свои вопросы и непонятки и так давайте рассмотрим как она работает эта схема у нас имеется транспортер это транспортер приводится в движение электродвигателем трехфазным асинхронным на данной схеме этот двигатель вот к этому электродвигателю подается питание трехфазное вот фазы abc но и нейтраль электрический вот проходит через электромагнитный пускатель контакты которого вот обозначены здесь также обязательно стоит тепловой реле который защищает двигатель от перегрузки потоку ну и далее эти три фазы подаются уже на сам трехфазный асинхронный электродвигатель естественно чтобы двигатель работал у нас вот эти три контакта должны быть замкнуты замыкаются они вот этим пускателем замыкание происходит когда катушка электромагнитного пускателя находится в рабочем состоянии то есть на нее подано напряжение через нее проходит ток и далее этим пускателем уже управляет сама вот эта схема как известно если мерить напряжение между от фазами например а и b то здесь величина напряжения будет 380 вольт также как и между bc и от c если же напряжение мерить между одной из фаз и нейтралью нулем то величина напряжения уже будет у нас 220 вольт ну и вот провод нейтрали мы берем ее и запускаем вот на эту часть схемы от одного из фазового провода допустим от фаза берем фазу которая проходит через предохранитель плавки что является простейшей защитой схемы ну и далее это фаза идет вот сюда стоит заметить что эта схема имеет два режима ручной и автоматический то есть в ручном режиме мы вручную управляем электродвигателем через нажатие кнопки пуск и стоп а когда мы переводим схему в автоматический режим то схема работает следующим образом схема сработала электродвигатель заработал клиента сделала один шаг до следующей люльки допустим это люлька нажала наконечник конечник дал команду схеме остановиться заработала реле времени или времени вы ждала какой-то свой промежуток времени после чего запустила схему сработал опять пускатель ну и двигатель заработал сделал следующий шаг теперь немножко подробнее самой работе схемы и так у нас имеется первая часть от это это как видно обычная схема электромонитного пускателя только вместо пускателя здесь стоит реле чтобы эта фаза все-таки поступила на опускатель и двигатель у нас запустился тот этот контакт должен конечно быть замкнутый но его включением управляет вот эта релюшка к 0 у нас имеется стоповая кнопка которая в изначальном состоянии у нас замкнута ну и пусковая кнопка которая в изначальном состоянии на борту разомкнута параллельно пусковой кнопки подключен один из нормально открытых контактов реле что выполняет функцию самозахвата и вот допустим когда мы пуск нажимаем фаза подается через топовую кнопку через спусковую ну и идет на катушку реле и на нейтраль кстати стоит учесть что как катушки реле так и катушка пускателя обязательно должно быть рассчитано свое рабочее напряжение в нашем случае 220 вольт если допустим же у нас схема будет работать от 380 то и естественные катушки должны быть на это напряжение рассчитаны и так реле у нас сработало замкнула свои контакты мы уже можем кнопку отпускать реле у нас будет замкнута также замкнулся вот этот контакт который дал возможность фазе пройти уже далее на схему когда у нас двойный переключатель вот и вот этот находится в верхнем положении то есть именно в таком положении вот так и вот так то у нас фаза будет идти сразу на пускатель ну естественно его включение будет зависеть только от пусковой стоповой кнопки также вот здесь имеется еще защитное тепловое реле нормально замкнутые контакты которые вот в схеме здесь представлены а сами тепловые элементы вот вот это они для тех кто не знает тот пускатель имеет вот такой примерно вид а вот вот это к нему подсоединено тепловое реле когда у нас напряжение подается на силовые контакты то есть на движок сам это вот сюда здесь у нас контакт далее идет сюда но здесь выводы и теплового реле проходит через небольшой нагревательный элемент и выходит уже на эту клемму а с этой клеммы идет уже на электродвигатель у нас это одна фаза ну и так вторая фаза и третья фаза четвертый контакт используется вот как в этом реле обычно для самозахвата и вот допустим у нас двигателем что-то случилось либо он заклинил либо стал тяжело вращаться либо на вал нагрузка увеличилась из каких-то механических причин естественно ток увеличился вот на фазах но поскольку тепловой реле рассчитана на какой-то свой ток номинальный при его превышении эти тепловые элементы начинают нагреваться и дойдя до своего какого-то критического состояния они просто отщелкивают свой вот этот контакт после чего цепь размыкается ну электромагнитный пускатель также размыкает свои вот эти силовые контакты двигатель перестает работать то есть на него перестает подаваться питающее напряжение и вот это тепловое реле обеспечивает именно защиту от перегрузки потоку конечно на короткие замыкания но не рассчитано поскольку время срабатывания у него длительное для защиты от короткого замкания еще надо ставить самый обычный автомат с минимальной скоростью срабатывания тогда уже будет защита и от перегрузки и от короткого замыкания это что касалось защиты простой и ручного режима но этот ручной режим нужен тогда когда сам контроль за движением ленты должна осуществлять оператор который следит за выпечкой хлеба то есть непрерывность движения ленты осуществляется просто нажатием пуск и стоп кнопки теперь что касается автоматического режима мы вот этот переключатель сдвоенный переводим в нижнее положение этот контакт будет замкнутый так а это тоже так в этом же случае после нажатия пуск сработает это релика нулевое этот контакт будет замкнутый фаза будет проходить в эту часть схемы и чтобы через катушку пускателя проходил ток должен был замкнутый либо этот контакт либо этот контакт либо оба сразу это у нас нормальная разомкнутый контакт реле времени а этот нормальный разомкнутый контакт это реле к 1 обычно на схемах так не изображают пунктирую или вот спиральку но это я сделал специально для того чтобы было новичку понятней какие контакты с какими реле связаны и так у нас было нажата пусковая кнопка напряжение уже сюда подается магнитный пускатель в начальный момент еще не работает и напряжение подается только на реле времени в этот момент реле времени не срабатывает начинает отсчет своего времени ну допустим 10 секунд как эти 10 секунд только истекли реле времени замыкает свои вот эти контакты фаза подается уже на магнитный пускатель контакты срабатывают двигатель начинает вращаться лента транспортера приходит в движение во время движения ленты этот концевой выключатель должен быть разомкнутый вот отсюда до отсюда он должен быть в таком состоянии то есть разомкнутый когда лента делает один шаг доходит до следующей люльки допустим вот эта лента которая допустим движется вниз у нас вот эта люлька на которой имеется заготовки из теста и вот на конце этой люльки можно видеть вот такой пыптик то есть как раз он и предназначен чтобы при самом движении нажимать вот на эту часть ну и далее при опускании происходит просто внутри замыкания переключателя и в нашем случае контакты будут замкнуты внутри ну а для тех кто не знает что такое концевик это можно сказать что обычный переключатель который естественно рассчитан на свой ток и напряжение имеет такой корпус допустим как один из вариантов а внутри находится электрический переключатель да допустим на эту часть мы нажимаем вот этот пыптик утопляется ну и внутри замыкает или размыкает контакты переключателя и так лента транспортера опустилась вниз пыптик у нас все-таки нажал на этот концевик он замкнулся фаза через него пошла на реле к 1 этот контакт замкнулся у нас этот контакт оборота разомкнулся тем самым отключив питание от реле времени естественно в этот момент реле времени свои контакты разомкнуло но поскольку этот контакт как бы остался замкнутый то магнитный пускатель также работает и двигатель также вращается но как только этот пыптик на люльке заходит за концевик уже и происходит отшелкивание концевика то есть в размыкание также перестает работать это реле замкает свои вот эти контакты и замыкает вот эти контакты после чего на магнитный пускатель уже напряжение не поступает он отшелкивается и двигатель перестает вращаться в это же время поскольку этот контакт уже замкнутый начинается новый отсчет времени то есть следующие 10 секунд и вот это время как раз и есть время ожидания когда двигатель не работает ну а далее следующий цикл так что как видно схема очень простая и работа и особо не замысловатая все вот эти функциональные элементы как правило имеют целостный вид все это монтируется как правило в один щит управления откуда эта схема управляется обслуживается но и чиниться в случае необходимости применение этой схемы не ограничивается только использование хлебопечки естественно ее можно использовать везде где вот нужно именно вот такое пошаговое движение так что новички которые еще не знакомы с подобными схемами берите себя на заметку и при необходимости используйте а на этом пожалуй все кому было полезно и интересное видео ставим лайки подписываемся на мой канал ну и ждем новых видео всем всего хорошего пока